Дмитрий Гордон Понятно уже в бытности того президента Он взял интервью у Сергея Пугачева Впрочем, сказать, что это интервью большое, это ничего не сказать Правильнее это интервью назвать огромным Оно продолжается пять с половиной часов Ролик называется, лучше зачитаю Близкий друг Путина, миллиардер Пугачев Вся правда о Путине, его семье и деньгах В гостях у Гордона Он, понятно, на его канале в гостях у Гордона И может статься, что мы к этому интервью обращаемся не в последний раз Но пока я хотел бы акцентировать внимание в этом интервью на одном вопросе Понятно на том, который отдал название данной публикации А именно верны ли обвинения Геннадию Зюганову в том Что он в 1996 году выиграл выбор у Бориса Ельцина Но сдал ему победу Сергей Пугачев дал детальнейший ответ на этот вопрос И он занимает этот ответ весьма приличную часть интервью Не буду тянуть резину, как говорится Да и он тоже сразу сказал, что все это неправда Никакую победу Геннадию Зюганову Борису Ельцину в 1996 году не сдал И Ельцин, хоть это и кажется невероятным Но тогда действительно второй раз выиграл выборы Вот как он об этом сказал Мне приходилось слышать от целого ряда крупнейших российских руководителей Что Ельцин в результате проиграл выборы Выборы выиграл Зюганов Нет, это неправда И даже Дмитрий Медведев официально заявил Ну это, я знаю, Дима Медведев, это про другое И сразу добавлю от себя Я Сергею Пугачеву верю Более того, я не верил в мифическую победу Зюганова никогда И тому есть ряд причин Которые, на мой взгляд, имеют огромное значение и сейчас Они и близко не утратили актуальность В 90-е я активно занимался практической политикой А тогда такое было возможно даже для одиночки А в политике я, скажем так, был действительно политиком одиночкой Но мне тогда удалось привлечь на свою сторону Симпатии средств массовой информации А тогда они еще без дураков были независимыми И это позволило мне стать депутатом Горсовета Членом его президиума, председателем его постоянной комиссии По делам молодежи и помощником депутата Госдумы И я тогда хорошо и своими глазами видел главное Насколько же дико, люто, неистово номенклатура ненавидит Горбачева и Ельцина И, думаю, можно добавить Продолжает их ненавидеть и по сей день И продолжает их, как может, поливать помоями И по сей день И вопрос, почему номенклатурное начальство Так дико ненавидело Ельцина и Горбачева И так дико продолжает их ненавидеть И по сей день На мой взгляд И близко не утратило актуальности и сейчас И ответ на этот вопрос предельно прост Горбачев и Ельцин были первыми И пока последними руководителями В новейшей истории нашего государства Которые действительно Не на словах, а на деле Пошли против интересов этого самого паразитического слоя Слоя номенклатуры Более того Они сделали все Чтоб ликвидировать в нашей стране номенклатурную Или, если говорить научным языком Политарную систему Систему, которая после предательства Сталина Дело коммунизма И левого дела вообще Все во всем мире стали называть социалистической Но которая, тем не менее, и близко Не имела никакого отношения к социализму А была еще куда более гнусным Куда более чудовищным Куда более подлым Эксплуататорским строем Чем даже капитализм И не только капитализм Мой подробный ролик о том Что такое политоризм Или азиатский способ производства АСП Будет на конечной заставке Самое же главное Сергей Пугачев не просто сказал Что Зюганов не выиграл Выбор А он подробно рассказал Почему он их не выиграл И уж не знаю Случайность это или нет Но его рассказ Почему-то практически полностью Совпал с описанием той ситуации Сделанной в одном художественном произведении Этих лет В романе Китайский проезд Известного Еще советского Сценариста Писателя Кинорежиссера Эдуарда Тополя Впоследствии Эмигрировавшего Тополь был хорошо известен Еще и в советские годы Например Фильм Несвершеннолетний О проблеме Подростковой преступности В Советском Союзе Действительно Кстати Честный И очень толковый Фильм Об этой проблеме В 1977 году Стал лидером Советского проката Ну понятно Этот фильм был снят По сценарию Тополя Должен также сказать Что лично я К творчеству Эдуарда Тополя Отношусь довольно сдержанно И прежде всего Мне никогда не нравилось Что в его произведениях Всегда было слишком много Пошлости А в 90-х К этому еще и добавилось Слишком много Извиняюсь Откровенных матюков Другого слова нет Матюков в прямом смысле Этого слова Кто помнит 90-е Тот помнит Что тогда такое Что в газетах Что на телевидении Что в книгах Увы была норма И китайский проезд Увы полностью подпал Под эту Мягко говоря Нехорошую норму Но это ни разу Не отменяет Того что Тополь Действительно Талантливый писатель И действительно Очень понятно Толково И талантливо Умеет показать Настоящую правду жизни Очень хорошо Правду жизни А точнее Правду политической жизни В России 90-х Ему удалось показать И в китайском проезде Сюжет романа Следующий Крупный российский Бизнесмен Кстати я сильно Подозреваю Что именно Сергей Пугачев Был его прототипом Приглашает на работу В Россию Крупного американского Бизнесмена И тот соглашается Кстати главный герой Романа Именно этот Американский бизнесмен По сути Повествование идет От его лица Но и приехав В Россию 90-х Он сразу оказывается В поновороте всех Возможных и невозможных Событий Как криминальных Так и политических Главная же Политическая проблема 96-го года Для скажем так Действующей власти Тогда была одна Буквально Ничтожный Рейтинг Ельцина Его оценивали Всего в 3% И все тогда Были убеждены Что выборы 1996-го года Ельцина Выиграть невозможно И указанный Русский Бизнесмен Пригласивший На работу Этого Американского Бизнесмена Тогда ставил На силовиков Прежде всего На Коржакова Он считал Что лучше Скажем так Диктатура Силовиков Чем возвращение К власти Коммунистов И он уверен Что силовики Поддержат Ельцина О чем он рассказывает Своему новому Американскому Партнеру Причем рассказывает Как о чем-то Само собой Разумеющемся И вдруг В ответ Получает Холодный душ Ни в коем случае Нельзя А также Получает Детальный ответ На понятный вопрос Почему Ты не видишь Главное Номенклатура Ельцина Люто ненавидит И поэтому Единственный Реальный шанс Для того Действительно Надолго Удержаться Кресля Президента Это вернуть себе Настоящую Искреннюю Поддержку народа Если он Действительно Не выиграет Выборы Честно То вы И ахнуть Не успеете Как на месте Ельцина Окажется Тот же Коржаков Ну а если Не будет Ельцина А будет Только Коржаков То Силовики Очень быстро У всех У вас Отожмут Весь ваш Бизнес А потом Этот бизнес Еще и Уграет Что плохо Кстати Не только Для вас Но и Для всей России Ну и Он получает Отчаянный Вопрос Этот Американский Бизнес Мэн Ну что Ж А тогда Делать Рейтинг До Ельцина Всего 3% И Получает Уверенный Ответ А вот Этот Вопрос Как ни Странно Разрешен У Ельцина Всего Несколько Лет Назад Был Запредельный Рейтинг А значит Его Еще Реально Вернуть Пока Не знаю Как Но я Знаю Тех Кто Способен Ответить На этот Вопрос Я Хорошо Знаю Очень Многих Американских Политтехнологов Которые Занимаются Выборами Уже Очень Много Десятков Лет Да Им Придется Заплатить И Хорошо Заплатить Но Они Стоят Тех Денег Которые Им Платят И Приехав Сюда Они Вначале Создадут Фокус Группы Которые Выяснят Какое В России Настоящее Общественное Мнение А не То Которое Рисуют Ваши Невежественные Люди Которые Называются Ассоциовыми А вот Потом Дадут Конкретные Рекомендации Что Нужно Сделать Чтобы Вернуть Ельцину Высокий Рейтинг Это Убедило Жизни Сергей Пугачев О чем Он Сказал Указанном Интервью Гордона Вот Как Он Об этом Скажите Пожалуйста А это Правда Что Именно Ваши Связи В США Сыграли Решающую Роль В победе Ельцина Ну Связи Вряд ли Сыграли Решающую Роль А вот То Что Я Пригласил Политтехнологов Американских Которые Представляли Интересы Губернатора Уилсона На Президентских Выборах И Которые До этого Провели Как минимум 25 Предвыборных Компаниях Довольно Успешных В разных Странах Мира Ну То есть По сути Это была Самая Сильная Команда И Да Я их Действительно Привез В Россию Посадил В президент Отель И В общем Собственно Когда они Приехали Привез Я их Кстати Еще Когда Сосковец Был Начальником Штаба Политтехнологи Приехали И быстро Разобрались С ситуацией И дали Рекомендации А точнее Только одну Рекомендацию Но зато Предельно Точную И конкретную Об этой Рекомендации Сергей Пугачев В данном интервью Не рассказывал Поэтому Это сделаю Я Опросы Фокус Групп Показали Что вот В 1996 Году Как ни странно Еще сильна И очень сильна В народе Память о сталинских Репрессиях Да оно и понятно Репрессированные Там были Практически В каждой семье А поэтому Народу Нужно Помочь Понять Только одну Мысль Да Ельцин Развалил Экономику Да Ельцин Развалил Медицину Да Ельцин Развалил Вообще Все что Можно И все Что Нельзя Но это Можно Поправить Но если Вернуться Коммунисты То они Начнут Наводить Порядок И Наводить Порядок Они Скорее всего Начнут Опять Массовыми Репрессиями А значит Опять Начнутся Расстрелы А вот Вот этого Уже Никогда Не поправишь Даже если Коммунистов После этого И удастся Сбросить Также Они дали Рекомендацию Что данную Работу Надо вести Преимущественно Не через Средства Информации А через Людей Поскольку Люди Людям Верят Больше Чем газетам Телевидению Радио Больше Тогда Ничего И не было Правда В книге Не уточняется Как такую Работу Вести Через Людей Но Тот Кто Занимался Практической Политикой Реально Прекрасно Знает Ответ На этот Вопрос Для этого Используется Оперативная Агентурная Сеть В спецслужбах Это официально Называется Для этого Используются Агенты Влияния И указанная Рекомендация Сработала Эта мысль Зазвучала По всей Стране Зазвучала Прежде всего В частных Коллективных Разговорах Рейтинг Сюганова Начал Стремительно Падать А рейтинг Ельцина Стремительно Расти Но Кто Жил В 90-е Думаю Сам Это Прекрасно Помнит Как Тогда Вдруг Рейтинг Сюганова Начал Почему-то Рушиться И Все Вдруг Начали Вспоминать Что Ельцин Оказывается Не Такой Уж Плохой Именно Поэтому Я верю Пугачеву А не Тем Кто Рассказывает Что В 1996 Году Зюганов Выиграл Выборы У Ельцина Не Верни Себе Ельцин В 1996 Году Реальную Поддержку Народа Номенклатура Не просто Сместила С поста Президента Она Была Как Сейчас Можно Модно Выражаться Просто Порвала Если Понравился Ролик Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Делитесь Роликом В социальных Сетях И на Других Ресурсах Пишите Комментарии Смотрите Мои Аналогичные Ролики Какие Именно Вы Видите На Конечных Заставках